Почему каждый раз, когда люди смотрят фильмы, и всегда про зомби начинается зомби-апокалипсис, все задаются вопросами, как с ними справляться. Мне отчасти монстры кажутся сложным элементом, при том, что возможно придумать все что угодно. И вот это вот разнообразие... Это с точки зрения писательства? Да, и придумывание сюжета. И вот это вот разнообразие, вот это вот как бы множество вариантов, оно немножко пугает. И когда вас спрашивают, какой монстр будет в следующем выпуске, ты немножко отстраняешься такой, я не знаю. Но, с одной стороны, мы придумывали о том, какие будут монстры, но это может, конечно же, поменяться в зависимости от того, что нам потребуется дальше рассказать. Потому что, как мы уже говорили, главное в сюжете не то, что наши персонажи сражаются с монстрами, а то, чтобы история, через которую проходят наши персонажи, дополнялась монстрами. Они были дополнительным препятствием, а не основным сюжетом, где персонажам приходится просто драться с ними. Это для нас неинтересно. Поэтому монстры и катаклизмы помогали бы справляться героям с какими-то своими-то страхами или проблемами. И они понимали, что они могут расти в какую-то сторону и развиваться лучше. Поэтому на монстров мы возложили такую большую ответственность. И каждый раз, когда мы задаемся вопросом, кто будет следующим монстром, Во-первых, мы думаем, о, прикольно было бы сделать этого монстра, о, прикольно было бы сделать этого необычного монстра. Что мы видели, чего мы не видели. Каких-то новых, каких-то уже знакомых, и переначить их как-то. И в то же самое время мы думаем о том, насколько этот монстр поможет в движении сюжета вперед. Насколько он будет интересен. Потому что нарисовать монстра можно разного, а вот какими качествами обладает и что он раскрывает. Даже взять зомби в первом выпуске для нас, это было, с одной стороны, и попытка... Обсмеять зомби, потому что зомби были популярны до сих пор, они везде. И с другой стороны, зомби — это эквивалент Оливера. То есть зомби медленные, они всегда зевают, они всегда стонут, они еле волочатся. Оливер в некотором роде тоже не жил, сидел дома, играл в видеоигры. И как бы тоже был похож на своеобразного зомби. И поэтому они как бы вместе вплетаются. И даже есть сцена, где зомби идут за Оливером, и они на него не нападают. То есть они где-то видят в нем равного. Мы узнаем об этом чуть позже. Почему? Мы много мыслей вложили в Мраглина, потому что мы хотели понять, кто это. Хотя он там появляется всего в начале. Но дополнительно мы придумали еще и историю, в котором Мраглин появляется впервые и врывается в дом. Вы чуть позже прочитаете ее. И естественно, почему мы много придали этому значения. Потому что это был новый монстр. И он знакомит вас в принципе с тем, какими они будут в этом мире. Мы хотели, чтобы он был интересным. И нам было интересно узнать какие-то его стороны. И мы залазили и смотрели, читали информацию о осьминогах. И узнали такую особенность, что у осьминогов нет скелета. Поэтому мы придумали, что Мраглин, он беспозвоночный. Поэтому он может легко протиснуться в любое отверстие. И таким образом он забирается в дома. И ведет себя как Дед Мороз. Как дома. Если говорить о новых монстрах, которых мы никогда раньше не встречали. Это можно сказать о криветке. О Браглине. О вот этой мыши, которая врывается в кинотеатр. Но больше всего мыслей мы, конечно же, вложили в Браглина. Потому что он появляется в самом начале. Но будут и другие монстры, которые будут довольно нетривиальны. Может они будут и знакомые нам монстры, но немножко переиначные. С какими-то дополнительными качествами. Для того, чтобы это было необычно и непредсказуемо. Где-то найти ответ, как с ними справиться. Или как убежать от них. Или что следует сделать, чтобы сюжет был непредсказуем. Потому что мы Оливеру дали такой козырь в руки, что он смотрел множество фильмов. И он в принципе знает, как справиться с зомби. Эй, ребят, я знаю. Я смотрел кучу фильмов про зомби. Как с ними справиться. Почему каждый раз, когда люди смотрят фильмы. И всегда про зомби. Начинается зомби-апокалипсис. Все задаются вопросами, как с ними справляться. Тут Оливеру есть свои козыри. Он знает, как с этим поступить. Поэтому, придумывая знакомых монстров. Мы старались показать их с новой стороны. Сделать их новыми. Чтобы и Оливеру было над чем подумать. И с чем справиться. И читателю было интересно. Увидеть, что ж там такое будет. Не пропусти следующие концы света. Подписывайся на нас там, где удобно тебе. Все полезные ссылки мы оставили под этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok